Это новости на канале НСК 49. С вами Мария Левина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Нарушение закона горы мусора и плохая экология. На выездном заседании Совета безопасности его секретарь Николай Патрушев подверг критике действия властей региона в Сибири. Коронавирус часть вторая. В столице отмечается значительный рост заболеваемости COVID-19. Медики прогнозируют наступление второй волны пандемии. Насколько готов к ее наступлению Новосибирск? Новоселье для волейбола. Министр спорта России и губернатор Новосибирской области торжественно открыли новый региональный центр волейбола. А теперь я и мои коллеги подробно расскажем о самых главных событиях дня. По сообщениям федерального оперштаба в Москве уровень заболеваемости коронавирусной инфекции близокритическим значением. Не все гладко и в некоторых регионах. Что ожидать от развития ситуации в нашей области? И какую статистику по COVID-19 приводят наши медики? Смотрите в нашем сюжете. То ли повлияли осенние холода, то ли сказалось ослабление противоэпидемических мер, но факт налицо. В первую очередь в Москве, а за ней и в других регионах, начал расти уровень заболеваемости коронавирусной инфекции. Власти начали принимать меры и в результате закрыты школы на карантин в Москве, Ульяновске и Южно-Сахалинске. Рассматриваются и другие ограничительные меры, такие как перевод части сотрудников на удаленку, введение самоизоляции для лиц пожилого возраста, ограничение массовых мероприятий. В Новосибирске ситуация не столь критична. По данным регионального оперативного штаба, на утро понедельника в регионе заболело ковидом 73 человека, 28 выздоровело. Всего в больницах города с диагнозом коронавирус находится уже 2000 человек, плюс еще 650 в стационарах области, 54 пациента в отделениях интенсивной терапии. Оперштаб привел данные о пяти скончавшихся от этой болезни. В основном это пожилые люди. Они, как известно, находятся в наибольшей опасности. Поэтому именно им стоит особенно тщательно соблюдать меры личной безопасности. В первую очередь уменьшить свою социальную активность, избегать скоплений людей, по возможности оставаться дома. Обидно, наверное, заболеть, когда пандемия уже на исходе. По прогнозам специалистов, каждая последующая волна заболеваемости, вторая и, не дай бог, третья, будут все-таки меньше первой. Как избежать нарушения закона при реализации национальных проектов, обеспечить в сибирском регионе экологическую безопасность, а также соблюсти защищенность информационных ресурсов страны. Обо всем этом шла речь на выездном заседании Совета безопасности Российской Федерации, которое прошло в Новосибирске. В региональных органах власти и местного самоуправления есть все условия для безопасной обработки информации, в том числе и сведений, составляющих государственную тайну. Есть и коллегиальные органы, и структурные подразделения, занимающиеся как раз этими вопросами. Об этом, как и о том, что фактов утечек информации по техническим каналам не зафиксировано, заявил глава Совбеза безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. Вместе с тем, отдельными государственными учреждениями не завершены работы по формированию перечня объектов критической информационной инфраструктуры. Практически не приступили к этой работе государственные учреждения, подведомственные органам государственной власти Республики Хакасия. Далеко не стопроцентную защищенность имеет и другая информация, доступ которой ограничен. Не во всех регионах Сибири перешли на отечественное программное обеспечение. Глава Совбеза заметил, что требования о законодательстве в этой сфере необходимо незамедлительно выполнить. Что же касается реализации нацпроектов, то и здесь не все в порядке. Мало то, что коронавирус мешает выполнить их в полном объеме, так еще и действуют некоторые чиновники в разрез закону. Только в этом году в округе выявлено более трех тысяч таких нарушений. Дисциплинарной и административной ответственности уже привлечено 745 виновных лиц. Активными действиями правоохранительных и контрольно-надзорных органов предотвращен ущерб сумме 13,8 миллиарда рублей. Выявлено 29 преступлений, в том числе 6 коррупционной направленности. Наибольшее число преступлений совершено в Хакасии, Кемеровской и Томской областях. Значительное число нарушений связано с организацией и проведением госзакупок. Кроме этого выявлялись оплата невыполненных работ, фальсификация отчетных показаний, завышение стоимости товаров и услуг, картельные сговоры, фирмы-однодневки, аффилированность подрядчиков и тому подобное. Поэтому дополнительный контроль над использованием бюджетных средств здесь просто необходим, считает Николай Патрушев. Говоря про экологическую обстановку, глава Совбеза отметила ее неблагополучие в ряде регионов Сибирского округа, как и высокую степень загрязнения природной среды. Так, состояние атмосферного воздуха в 22 городах округа, где проживает более 40% городского населения, характеризуется высоким и очень высоким уровнем загрязнения. Напряженная экологическая обстановка отмечается на водных объектах промышленно развитых районах Кузбасса, Алтая, Новосибирской и Томской областях Красноярского края. Годовой валовый сброс загрязняющих веществ в водоемы округа составляет почти полтора миллиарда кубических метров. Это один из самых высоких показателей в России. К тому же, практически каждый шестой источник питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения не отвечает требованиям санитарного законодательства. А из-за изношенности водопроводов, вода в них загрязняется вторично. Экологическую ситуацию дополняют различные техногенные аварии и огромное количество твердых коммунальных отходов. Ежегодно на территории округа их образуется от трех до пяти миллиардов тонн, которые практически не утилизируются и не перерабатываются. Этому во многом способствуют ненадлежащие проведение регионального государственного экологического надзора и непринятие органами местного самоуправления своевременных мер по ликвидации несанкционированных свалок отходов. А еще Николай Патрушев отметил низкую защищенность наших лесов как от незаконных вырубок, так и от пожаров. Но в этом направлении вроде как работа уже идет. Вопрос чистоты улиц актуален и насущен для любого мегаполиса. За этим должны следить специальные службы и городская администрация. Одна сторона медали проблемы – это когда жители сами мусорят, другая – когда городские службы не могут разобраться, чей мусор. Об одной свалке строительного мусора в черте города расскажем в нашем сюжете. Серый дождливый день. Люди стороной обходят мусорные кучи, лежащие прямо за остановкой общественного транспорта. Одни на эту свалку смотрят безразлично, другие возмущаются. Многие горожане любят свой город. Они принимают участие в благоустройстве и соблюдении чистоты улиц. Другие проходят мимо. Но ответственные городские службы закрывают на это глаза, причем надолго. С августа месяца в Ленинском районе на остановке Парховенко лежит строительный мусор, который образовался после демонтажа павильонов. Раньше здесь были торговые киоски и павильоны бытовых услуг для населения. Здесь были киоски. Видать, когда их разбирали, еще кабель был. Потому что одну ночь, что так палили вот эти кабеля, видать, металл этот добывали, что дышать было невозможно. Потом это все разгромили. Чем-то решением это все разгромили. И все это потом, видимо, стихийно стали собирать материалы, резать все это. Все-все-все собрали, кучи остались и все, больше никому не надо. Для многих образовавшаяся свалка стала колондайком. Здесь можно найти не только металл, но и вещи, которые пригодятся в хозяйстве. Ведь, чтобы найти нужную вещь, мусор необходимо разбросать. Ну, с автобуса вышел, посмотрел, трос увидел, пригодится в хозяйстве. Неравнодушные горожане обращались и в мэрию, и в администрацию Ленинского района. Неоднократно звонили в городские коммунальные службы. Результата, как видите, нет. После звонка в редакцию новостей съемочная группа выехала на место свалки и сделала письменный запрос в администрацию Ленинского района и мэрию Новосибирска. Ответ пока не получен. В июне или в июле начали разбирать. И с тех пор вот мы ходим, ничего не меняется. Очень неудобно ходить здесь, конечно. Ну и пахнет, вот здесь запах не очень. Деревья вот эти вот все бедные, они здесь тоже, наверное, надо что-то с ними делать. И хотелось бы, чтобы было чистенько, конечно. Нормальную остановку, во-первых, потому что посмотрите, какая остановка. И да, чтобы где-то отдохнуть. По сути дела, ведь здесь и не так много работы. Надо только вывести мусор, насыпать грунт, высадить деревья, установить лавочки и сделать новый павильон остановки. Хочется верить, что наш репортаж станет хорошей идеей для благоустройства этой территории. Будем ждать ответа. Новосибирске прошел первый матч в новом, ставшем крупнейшим за Уралом региональном центре волейбола «Локомотив-арени». За суперкубок России наша команда боролась с казанским «Зенитом». На открытие спортивного объекта на 5000 зрителей и на игре побывала наша съемочная группа. То, что для российского волейбола открытие «Локомотив-арены» стало настоящим событием, может говорить даже список гостей первого матча. Олимпийские чемпионы, глава РЖД, председатель наблюдательного совета Всероссийской Федерации волейбола и министр спорта нашей страны. Региональный центр волейбола города Новосибирска «Локомотив-арена» открыт! Великолепный и по функциональному назначению, и по внешнему виду комплекс. Я думаю, что он такой жемчужный будет в короне Новосибирска, и думаю, что и команде это дополнительный стимул играть. Ну и самое главное, повторяю, для болельщиков, для всех жителей переживать, гордиться своей командой, гордиться своим городом. Так что желаю удачи, очень рад, что сегодня вместе в составе такой команды здесь присутствуют на этом празднике. Перед началом игры спортсменов и болельщиков приветствовали глава региона Андрей Травников и министр спорта России Олег Матыцын. И матч начался. Суперкубок России разыграли новосибирский «Локомотив» и казанский «Зенит». Зал на 5000 зрителей выдержан в цветах своей команды и вполне приятен для глаз. В целом же региональный центр волейбола состоит из двух зданий, соединенных между собой. Основного трехэтажного, в котором находится главная спортивная арена и двухэтажного тренировочного спортзала. Гостям показали два игровых поля, два тренажерных зала, раздевалки, помещение для тренеров, судей, допинг-контроля, а также медиковосстановительный центр. Всем этим спортивный комплекс оснащен в соответствии с современными международными стандартами. И неспроста. В 2022 году здесь состоятся матчи чемпионата мира по волейболу. Очень хотелось бы к такому большому событию еще и благоустроить прилегающую территорию полностью. Есть задачи по развитию транспортной инфраструктуры, прилегающей к объекту. Ну и, конечно, большой комплекс организационных вопросов от медицинского обслуживания до транспортного обеспечения и обеспечения безопасности. К этому мы готовимся. Напомним, что проект строительства регионального центра волейбола реализован у правительства Новосибирской области в рамках нацпроекта «Демография», а также регионального проекта «Спорт. Норма жизни». И подобный системный поход к развитию спорта в последние годы наблюдается и по другим направлениям. Мы видим, как меняется ситуация с лыжным спортом, с хоккеем. В хоккее мы реально выстраиваем вертикаль, ту самую пирамиду, которая будет выталкивать подрастающие таланты к вершинам спортивного мастерства. У нас отличные перспективы в сноуборге, в фристайле, в гурнолыжных видах спорта. Ну а встреча новосибирского локомотива и казанского «Зенита» закончилась в пользу гостей. По словам тренера нашей команды, его подопечным не удалось найти в этой игре свою подачу, чем и воспользовались более опытные соперники. Но главные игры еще впереди. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 220-2105. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч.